добрый день зашел на сайт енпф здесь у них есть новости рекомендую смотреть периодически здесь вот есть у них там считаем пенсию до и после единовременных пенсионных выплат то есть но из названия что если я укажу единовременно пенсионные выплаты то что-то могу получить ну давайте посмотрим зайдем прогноз на калькулятор вот мужчина выберем дату своего рождения 65 год 1965 год июль месяц июль 27 число значит стаж 18 3 года до 17 лет 3 месяца казахстанский стаж 17 лет и 9 месяцев заработная плата применим для исчисления ну у меня хороших годов примерно полмиллиона тенге периодичность пенсионных взносов ну 12 скажем с учетом взрослой зарплаты нет обязательно пенсионные взносы нет сумма накопления у меня сто восемьдесят девять тысяч тенге обязательно давайте посмотрим рассчитать во первых здесь нету такого показателя как наличие пенсионного аннуитета это я говорю единокопительный пенсионный фонд если уже делать это доделайте до конца добавьте что наличие пенсионного аннуитета дальше смотрим вот он говорят реалистично значит дата выхода на пенсию 63 года правильно так да там количество лет до исчисления пенсионных накоплений 15 лет 15 лет со 189 тысяч вы что 15 лет мне платить будете ну вообще артисты дальше солидарная пенсия 58 1779 772 ну как это так может быть да смотрите у меня получается 18 лет вот сейчас 18 3 года давайте посмотрим 18 лет умножая на 12 равно плюс 3 месяца вот солидарный стаж до делю для мужчины 300 равно умножая на 60 процентов то получается у меня расчет 43 8 дальше как зита 58 775 ну это наверное опять таки казахстанский стаж у нас давайте запомним 43 8 до казахстанский стаж это у нас 46 мрп умножаем на 46 мрп 2019 двадцать первом году 2917 вот она 58 1772 они рассчитать то смогли но зачем тогда здесь писать двадцать восьмой год если они в расчет делают на основании разделить на 100 также проценты если пишут здесь двадцать восьмой год если считает на уровне 20 21 года странно базовая пенсия правильно 34000 это прожиточный минимум пенсия с нп в 25 515 по запятник а почему 25 515 чего это сумма при этом еще 15 лет ну давайте посчитаем как они рассчитали его 25 515 515 вот это 25 515 умножить на 12 месяцев и умножить на 15 лет то есть они мне посчитали что у меня четыре с половиной миллиона чего они взяли если здесь указал 189 тысяч сумма текущих накоплений как-то считает некорректно да потом почему выплата из нпф 25512 ведь у нас прожиточный минимум в этом 2021 году сколько двадцать первом году 34 тысячи 302 тенге 302 тенге умножаем на 70 процентов это получается 24 тысяч 11 с чего они взяли 25 515 пенсии zmp в месяц ну вообще весьма как-то странно потом они складывают это плюс это плюс это да вот эта сумма мечь а сколько она будет месяц это 15 лет вообще абсурд какой-то из калькулятор некорректный потом если вы хотите я нпф говорю если вы хотите чтобы здесь до изъятия после изъятия да то пожалуйста вывод здесь добавьте что наличие пенсионный аннуитет у меня лично есть пенсионный аннуитет давайте вот я отправлю себе на email 83 семерки 713 471 так собака mail.ru отправлю себе отправить себе отлично сейчас давайте проверим у меня входящий корреспонденции вот у меня пришлось нпф давайте посмотрим его так открою вот здесь уже 14 лет исчерпание вот здесь 14 лет до выплаты zmp а у них на сайте 15 лет какие-то новости у них здесь 24 тысячи там тоже да нет здесь 25 515 выписки 24 569 как они считают вообще ну в общем я считаю что недоработают такие деньги стоит содержание един накопительные пенсионные фонды которые ни за что не отвечает абсолютно да где на их сайте обратите вот нпф вот деньги переводятся пенсионные взносы в государственную корпорацию потом переводятся в национальная дальше потом он инвестируется национальный банк только дает информация об инвестиционном доходы здесь га стар diverse так корпорации информацию о пенсионных взносов и нпф только учет пенсионный взнос мой даже этой информацию донести не могут у них выписки одна сумма дата года не те сумма выплат cnpf не то и в электронном калькуляторе не те года не та сумма то есть я вот не понимаю они стоят столько денег это компания которая вообще просто вот рядом стоит и все отношение к деньгам не имеет никакого содержится за счет нас у нас удерживает деньги для получения для их содержания и они даже вот это не могут сделать вот их это их калькулятор и вот то что они прислали даже это не совпадают но мне кажется не очень хорошо ребята работайте лучше я уверен что потенциал есть программисты хорошие голову вам там поменять надо руководству компания а у меня на сегодня все пользуйтесь сервисом все-таки не не пропадать даром самое главное мне вот не драться пенсионной системе есть законы постановление правительства вот этот хорошая вещь вот на это я всегда обращаю внимание успехов вам